В эфире телеканала Видное ТВ программа «Разговор с депутатом», где мы продолжаем рассказывать вам о деятельности народных избранников. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов Ленинского городского округа по 19-му избирательному округу Алексей Журавлев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала, Алексей, я вас попрошу немножко рассказать о себе, о своей деятельности и о территории, которая находится в вашем ведении. И почему, собственно, выбрали именно этот округ? Да, округ у меня 19-й. О себе родился я в городе Видное, мне 39 лет. В общем-то, проживаю я тоже здесь. С 2006 года адвокат. Ну, помимо юридического образования, также кандидат экономических наук. Я являюсь также координатором Ленинского местного отделения ЛДПР. Этот округ выбрал... Значит, история такая, что депутатом я уже избирался и в 2009 году, потом в 2017. И когда образовался Ленинский городской округ, округа, соответственно, порезали. То есть мой округ, который у меня был с 2017, он раздвоился пополам. То есть одна часть осталась на той стороне дороги ПЛК, другая часть округа с другой стороны ПЛК. И к нему, собственно, который я и выбрал, прибавились дома на Битцевском проезде, Радужный, и 5 домов уже в 6-м микрорайоне. Это на улице Березовая. 10, 12, 14, 16, 17 дома. Да. И, соответственно, округ... Проще мне было избираться как к коренному жителю, наверное, все-таки в старых домах, потому что, ну, жители всегда... Там же вот и так коренные, они голосуют за коренных, но мы не ищем легких путей. Поэтому, собственно, пообщался в том числе с жителями новых домов и понял, что на самом деле у них больше запросов, а это, в общем-то, ну, так скажем, интереснее. Потому что, когда я был депутатом вот в старых, в старом, так скажем, застройке, там жители такие более пассивные, им мало что нужно, а здесь жители более требовательные. Да. И смотрел, повыбирал, какой из половинки моих округов и решил, где, в общем-то, собрано и ПЛК, и новые дома Радужно-Битцевская, и совсем новые на Березовой. Вот так. Ну, в новостройках часто покупают квартиры молодые семьи, а там, где молодые семьи, там и дети, собственно, да. А для таких молодых семей, в общем, очень важно образование, да, доступность этого образования. Вот как в вашем избирательном округе обстоят дела с образованием, с доступностью образования, да, как дошкольного, так и школьного образования? Скажите, пожалуйста. Значит, обстоят дела, скажем так, ну, не совсем прям так здорово. Ну, наверное, многие из нас знают, что застройщик Сити 21 века вместе там с другим застройщиком должны были построить школу, которая, в общем-то, до сих пор даже не начала строиться, но я думаю, что уже, наверное, не начнет. Также по поводу дошкольного образования детский сад мы все знаем, да, если посмотреть, там, с Березовой улицы или с Радужной стоит недостроенный детский сад, там, без окон, без дверей. Вот эта проблема, он уже стоит несколько лет, и постоянно планы меняются. То его достроят, там, как-то за счет того, кто должен был застроить, то за счет бюджета. Теперь вроде как принято решение, что другой инвестор берет на себя эти обязательства. Но до сих пор вот мы не видим вот здесь положительных моментов, но надеюсь, что они скоро будут и все-таки будут достраиваться. По поводу школы, вот из-за того, что школа большая не была построена, соответственно, вынуждены, ну, есть нормативный акт местного самоуправления, где распределяются, кто, в какие дома, в какие школы идут. И, к сожалению, вот, например, на с Радужной дома 8 и 10, они распределены в школу номер 4. То есть это надо ребенку... Ногоевского. Да, Ногоевского. То есть это надо ребенку, там, в том числе, да, младших классов, идти через полгорода, через несколько проезжих частей, чтобы дойти до, собственно, несколько школ, там, в доступности седьмая, ну, восьмая, которая гимназия, да. Ну, ответ администрации такой, но он, на самом деле, логичный, но что по тем же причинам, что просто из-за того, что новые дома появляются, детей, на самом деле, перенасыщенность уже школ и по количеству уже невозможно. Но, тем не менее, жители этих домов ищут сами выходы, там, регистрируются, например, у своих знакомых в соседних домах, и все равно идут, ну, стараются идти, у кого это получается, в школу, которая поблизости находится. Такая проблема есть, тоже обращался, собственно, в администрацию, в том числе и с письменными обращениями, но пока она не решена. То есть, получается, на застройщиков никак нельзя повлиять, да, по крайней мере, пока не получается, да, чтобы они все-таки выполнили свои обязательства и застроили. Ну, насколько вот, да, я владею информацией, один из застройщиков, который тоже, это было его обязательство, у него нет уже финансовых средств заставить, то есть, ну, тут тоже очень тонкая работа, если подать в суд и на взыскание там денежных средств, например, о убытках, то, что он не сделал, да, он просто скажет, ну, я банкрот, и все, да, то есть, тоже, наверное, тонкая какая-то работа должна быть. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы тоже можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по номеру телефона, который вы видите на наших экранах. Оператор примет вопрос, и я озвучу его нашему гостю. Алексей, значит, в последнее время администрация активно борется с пробками на дорогах в городе и его округе, да, и в том числе и с нехваткой парковочных мест. Я знаю, что для вас эта тема тоже актуальна, вы тоже с ней работаете, давайте обсудим эту тему, но вначале я предлагаю посмотреть сюжет, который мы специально приготовили. Смотрим. Эта история началась еще год назад, когда активные жители пятого микрорайона города Видное обратились к депутату своего избирательного округа Алексея Журавлеву с просьбой организовать дополнительное парковочное пространство. Битцевский проезд, улица Радужная и прилегающие к ним буквально задыхаются от машин уже несколько лет. Сама застройка, ее плотность, она не позволяет, конечно же, уместить все машины наших домов. И самое главное, что многие решают проблему парковки из соседних микрорайонов за счет нашей улицы, потому что проехать круг на ПЛК зачастую – это очень длительный процесс. В результате встреч жителей с депутатом удалось найти подходящее место – пустырь возле дома 35 по проспекту Ленинского комсомола. Я вместе с жителями собирал подписи у жителей вот этого пятого микрорайона, чтобы здесь сделать парковку. Подписи там 20 или 30 листов, сейчас уже не помню было, все это было подано в администрацию, и благополучно было положительное решение, получено в бюджет, деньги внесены, в программу включено, парковка сделана. В итоге в пятом микрорайоне этой осенью появилось новое парковочное пространство на 38 машиномест. Она здесь была нужна, как хлеб, и, как видите, многие оставляют машину здесь, не загружают Радужную школу вокруг детских садов, я надеюсь, будет свободнее. Также Алексей Журавлев помог жителям ЖК Радужной попасть в программу благоустройства, в результате чего их дворы этим летом полностью обновили, но совместной работы предстоит еще много. Нужен знак одностороннего движения, чтобы люди, которые подъезжали к перекрестку трех дорог, понимали, что им нужно однозначно априори ехать налево и тем самым объезжать весь наш комплекс и выезжать уже, собственно, с другой стороны. Застройщик еще не достроил школу, которая обещал, детский садик, и в результате этого всего жители двух домов, 8 и 10, были откреплены от близлежащих школ 7 и 8 гимназии и, соответственно, были прикреплены к школе номер 4 на улице Гаевского. Мы неоднократно обращались в управление образованием, в том числе и через депутата, но пока вот эта ситуация не разрешилась. Депутат Алексей Журавлев и жители верят, что вместе у них все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, ВиднетВ. Итак, Алексей, давайте с вами продолжим разговор. Давайте обсудим, когда, собственно, жителям Битцевского проезда стоит ожидать новые знаки и вообще, в принципе, может быть, какие-то еще проблемы, связанные с этой темой, есть у ваших избирателей. Да, ну, мы, я вместе с жителями жду решения этого вопроса. Ну, более месяца назад уже письменное обращение со схемой предполагаемой дорожного движения подано в администрацию, в территориальный отдел, видный центр. Ну, по настоящее время еще дорожная комиссия не собиралась. То есть я надеюсь, что в ближайшее время она соберется и все-таки положительно будет решен вопрос. Так, что, собственно, машины там будут утром, вечером ездить спокойно, не создавая пробок, поскольку сейчас, поскольку нету направленности движения, кто в какую сторону едет, в час пик машина, которая выезжает, например, из двора, другая навстречу ей едет, а пропускная способность, с учетом того, что машины еще припаркованы по краям дороги, только одна машина может проехать, что создает коллапс. Вот, надеюсь, что все-таки до Нового года вопрос решится. Недавно как раз была вот этим летом проведена реконструкция Радужная. Как вообще вот жители ее встретили? И вообще, в принципе, сейчас вот есть недовольство все-таки? Или как бы все теперь хватает, парковочных мест достаточно вообще? Как вам говорят, обращаются, что вам говорят жители? Нет, конечно же, парковочных мест недостаточно, хотя там за счет возможных каких-то территорий, например, на Битцевском проезде было прибавлено какое-то количество парковочных мест, но мест там недостаточно. Там изначально не было построено столько машин и мест, сколько по нормам положено. Поэтому вот, исходя из этого, в том числе, мы искали еще в прошлую осенью место, где есть муниципальная земля, где можно сделать парковку, и вот нашли единственное возможное в пешей доступности место, это вот как раз на Курдетского сада за домом 35 ПЛК. Ну а я напоминаю, что к разговору в прямом эфире вы можете присоединиться, набрав номер телефона, который вы видите на своих экранах. Ну и давайте теперь поговорим еще об одном больном вопросе для жителей 5-го микрорайона. Это засыпка грунтом поймы реки Битца. Мы уже летом снимали сюжет по этой теме, в общем, вы тоже присутствовали, прекрасно помните. Какова ситуация сейчас с этим вопросом? Что какие-то подвижки, есть что-то новое, что сейчас происходит? Ну, сейчас, в общем-то, можно сказать, не происходит ничего. То есть, ну, приезжал там, вы приезжали, да, ваш канал, также Россия один приезжал, снимал сюжет. Ну, не происходит ничего, это уже в данном случае хорошо, поскольку ничего, это значит машина уже не выбрасывает туда грунт. Единственное, да, там иногда какие-то случайно заехавшие машины, да, туда что-то вываливают, но это не так, как было систематически раньше. То есть сейчас это просто машина, которая, наверное, едут и думает, куда бы что скинуть, да, ну, наверное, какая-то иногда случайно сюда забредает. Но, тем не менее, сейчас уже это все прекращено. В данном случае большая заслуга в том числе жителей. То есть я, например, присоединился тоже к жителям и начал уже писать всякие обращения по этому вопросу с мая месяца, там, в администрацию, в следственные органы, в прокуратуру. Также наш депутат Мособл Думы Сергей, Жигарев Кирилл Сергеевич также обращался по этому вопросу, в том числе и в следственные органы, и в прокуратуру. Сейчас отсыпка приостановлена. Кроме того, сейчас общественная организация экологическая и уже в сентябре месяце присоединилась природоохранная прокуратура, подали иск в суд, ну, чтобы, собственно, привести это в первоначальное положение. Ответчик там аванта некая, которая, собственно, и занималась этим сбросом. Я надеюсь, что все-таки все получится, аванта не обанкротится, решение будет положительным, и она, в общем-то, очистит эту территорию, приведет ее в то состояние, которое было до отсыпки. Расскажите, пожалуйста, с какими чаще всего вопросами к вам обращаются жители, избиратели? И если кто еще не успел обратиться, но у кого есть вопрос, как вас можно найти, где вас можно найти? Вопросы обращаются с абсолютно разными вопросами, как и по благоустройству, так вот уже мы говорили по школам, парковке. Ну, вопрос в том, что не все вот эти вот трудности, вопросы входят в компетенцию не то, что даже депутата местных органов управления, там в том числе когда-то обращались по медицине, там каких-то вопросов, проблем с медициной, и вот когда ковид начался, и еще и раньше, это поскольку вопросы, вот в том числе вот этот вопрос, он регионального значения, то мы, я уже подключаю наших депутатов Мособлдумы, в том числе Жигарева Кирилла Сергеевича, который также делает свои обращения. Если здесь не помогает, то и идем выше депутатов Госдумы от ЛДПР, в том числе и Жириновский Владимир Уфлевич, который делает запросы, которые, как правило, имеют какую-то силу, и вопрос хотя бы начинает двигаться с мертвой точки. Кроме того, поскольку я координатор ЛДПР всего Ленинского района, Ленинского округа в данном случае, ко мне обращаются жители в том числе разных населенных пунктов, там и Развилки, и Дрожино, и так далее. То есть везде пытаюсь оказать какое-то содействие, и передаю их обращение либо депутатам Мособлдумы, либо Госдумы. Вопросы потихоньку большинство решается. Те, которые возможно решить. Найти меня можно... Давайте я сейчас продиктую свой номер мобильного телефона. Проще всего связаться, написать, либо позвонить на телефон и договориться о встрече. То есть я мобилен, всегда готов к общению. Телефон 8-926-876-7707. 926-876-7707. Давайте еще поговорим о таком вопросе. Так как в подведомственной вам территории там много новостроек, соответственно, как правило, молодые люди, они, в общем-то, такие инициативные, они, в общем, часто очень хотят вокруг себя жизнь улучшить. Я вот слышала, что очень много к вам поступает просьба таких вот, ну, не совсем стандартных, что ли. Хотя, с другой стороны, как бы, вот, например, площадка для собак, что куда уж как бы, да, стандартнее просьба. Потому что всем, у кого есть собака, нужно где-то, да, гулять, и, в общем, при этом не мешать другим людям. Вот как с этим обстоят у вас дела? Я слышала, что вот жители то ли Радужного, то ли вот кто-то... Да, и Радужного, и Битцевского. Конечно, негде гулять с собаками, да, то есть должна быть, соответственно, какая-то территория, где собаки, собак выгуливают. Идеально, если там даже есть какие-то, там, скажем, как тренажеры их назвать, или как какие-то снаряды для собак. И с этим вопросом жители сами уже достаточно давно борются. Вот недавно мне передали обращение, еще жители обращались в октябре 2018 года. Ну, по настоящее время, почему-то вопрос не решен. То есть с данным вопросом я также сейчас начал работать. Тот земельный участок, который жители еще указывали, в 2018 году я навел справки, что он пока еще, слава богу, муниципальный. Поэтому я считаю, что нет никаких препятствий, чтобы на нем предусмотреть, выделить деньги в бюджете и сделать площадку для выгула и, возможно, дрессировки собак. С таким письменным обращением, в том числе, я обратился в администрацию. Очень хотелось бы, чтобы было скорейшее разрешение и положительный ответ. Многие депутаты, которые приходили к нам сюда в студию, говорили, что, собственно, на собраниях они чувствуют такой командный дух. А вот вам как работают с депутатами Ленинского городского органа? Что вы можете сказать? То есть вы команда? Вы понимаете, как сказать? Когда вопросы положительные на благо жителей, конечно, мы команда. Большинство таких вопросов, подавляющее большинство. Например, поскольку ЛДПР это все-таки оппозиционная партия, но, в общем-то, оппозиция это не значит, что надо, собственно, отрицать все, в том числе и хорошее. То, что там предлагает администрация какие-то вопросы положительные. Вот, например, давайте приведу пример последнего заседания Совета депутатов, где депутатами большинством голосов, в том числе и моим голосом, принят мост расторгуевский из федеральной и муниципальной собственности. То есть какие-то депутаты, которые считают себя оппозиционными, были против. Ну, против, потому что, наверное, просто надо быть против. Мы так не считаем, когда вопросы за собой ведут благо для людей, наверное, надо все-таки это делать, поскольку вопрос был в том, что если бы мы не приняли, еще бы 10-20 лет или сколько мост был в таком состоянии, потому что собственник его просто ничего с ним не делает. Сейчас мы приняли его муниципальную собственность, и сейчас за счет субсидирования средств из Московской области должны его будут отремонтировать, сделать. Но иначе просто могла быть плачевная ситуация, мост мог развалиться, там, я не знаю, кого-нибудь даже, может быть, зашибить или что-то такое. Алексей, к нам поступил вопрос, давайте ответим. Анатолий Александрович спрашивает, в речку Купеленко с промзон стало больше сбросов канализации на тысячу кубов. Примите меры, пожалуйста, мы так потеряем природу. Так, и еще сразу озвучу. Виктор Видновчанин. Говорят, территория оврага рядом с прудом продана. Что там будет? Что можете ответить на эти вопросы? Территория оврага около пруда? Какого пруда? Так, говорят, территория оврага рядом с прудом. Да, но имеется в виду, наверное, вот за рядом с... Где засыпка была, да? Или что? Да, да, да. Видимо, вот эта территория имеется в виду. Вы что-то знаете об этом? Я знаю, что там участки, по-моему, три участка, они находятся в частной собственности. Каким там образом, по решению суда или как, я вот, честно говоря, не знаю. Но да, они в частной собственности. Что там будет? Я не могу сказать. Я надеюсь, что все-таки этот грунт, который насыпали, уберут. И там... А, в том числе, кстати, вот по этому вопросу обращался тоже в администрацию, что там прекрасное место, да, чтобы сделать парковую зону. Ну, пока, в общем-то, тоже никакой реакции. Вообще там замечательно, чтобы был парк. Но поскольку там... Вот я не знаю, о каком конкретном участке идет речь. Ну, там есть, я говорю, опять же, три больших участка, которые в частной собственности. Естественно, парк можно будет сделать только в согласии собственника. Какие планы у собственников на эту землю, я, честно говоря, не знаю. Ну, самому интересно было бы узнать. Так, вот Светлана Кузьмина спрашивает, решена ли проблема управляющей компанией в Радужном? Так, давайте, вот там еще был вопрос, сейчас я отвечу на предыдущие, где там сбросы. Да, Анатолий Александрович спрашивал, в речку Купелинку с промзон стало больше сбросов канализации на тысячу кубов. Он просит принять меры? Вот я первый раз слышу об этой ситуации. Принять меры, ну, давайте вы, может быть, со мной свяжетесь. Вот телефон, я сказал, 926-876-7707. И мы подумаем, как это можно решить. Ну, и давайте ответим Светлане, решена ли проблема управляющей компанией в Радужном? Я не совсем понимаю, что там за проблема. Я знаю, что там ситуация такая, что компанию Радекс, у нее поменялся собственник, был Сити 21 века, сейчас там владельцем стало 50-50% управляющей компании Радуга, 50% Алексея Сафронова. И один из домов, по-моему, 15-й дом на Битцевском проезде, захотел, там проводил собрание, чтобы уйти в другую управляющую компанию. После этого было проведено собрание уже другое, с вопросом, чтобы этот дом ушел в УК Радугу. Вроде как, все закончилось, кворум был, но не знаю, честно говоря, на какой стадии, то есть, наверное, документы будут подаваться в ГЖИ, и там либо примут их, либо не примут. Давайте на последний вопрос ответим. Еще раз, еще один вопрос пришел. Какая ситуация с пристройкой гимназии, спрашивает Александр Леонидович. Пристройка к Витнерской гимназии. Да, то есть, когда ожидать? Работы идут, когда ожидать? Ну, я не могу сказать, я надеюсь, что к следующему учебному году будет все сделано. К сожалению, эфирное время заканчивается. У вас сейчас есть возможность обратиться к вашим избирателям, к жителям. Пожалуйста, обсловывай. Ну, я хочу поблагодарить своих избирателей за, в общем-то, совместную работу, за понимание, за отзывчивость, поскольку без избирателей многие вопросы бы не решились. Мне вообще, на самом деле, повезло с избирателями. В 19 округе они самые лучшие. И прошу всех, если есть какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, обращайтесь, потому что иногда, да, прилетают какие-то претензии, а вот там у нас была такая-то проблема, а почему вы там ее не решили? А просто потому, что я не знал о ней. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, и будем совместно решать возникающие вопросы. Спасибо. Алексей, спасибо вам большое, что пришли, спасибо, что ответили на вопросы. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был депутат Совета депутатов Алексей Журавлев. А я прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова